Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 57-й главе книги пророка Исаии, продолжая разговор о Исаии Вавилонском. Как я уже почти в начале каждой главы говорю и вижу, что совершенно искусственно поставлена граница главы, так и здесь. Конечно, текст 57-й главы – прямое продолжение заключительной части 56-й главы и отделить их друг от друга на самом деле невозможно. Вот с 9-го стиха 56-й предыдущей главы начинается разговор о том, что в жизни, в человеческой реальности довольно много мрачного, бессмысленного и такого корыстного. И вот эти бессмысленные пастыри народа Божьего, которые думают только о том, как бы побольше денег собрать на тарелочку, вот это как раз такое яркое проявление людей, пример людей, которые как будто бы должны иметь какое-то отношение к Богу, а на самом деле не имеют. И вот эта печаль, трагичность на самом деле человеческой жизни, когда так легко ты оказываешься в плену обмана, как высший Исаий Вавилонский однажды говорил, что язычники впадают в обман и уже не могут понять, что они обмануты, так и здесь. И вот, продолжая этот разговор, пророк говорит, праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. Мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит. Я думаю, достаточно очевидно, что в этих словах есть, ну, по меньшей мере, два оттенка смысла. Или, может быть, прям два смысла. Первый, лежащий на поверхности, очевидный, говорит о том, что в нашей человеческой жизни праведник тоже умирает. Ему не приходится сладко на этой земле. При том, что обетование Божье, что обрадую их в моем доме молитвы праведников. Да, в доме молитвы эта радость Божья дается людям. Но вообще жизнь трудная. Часто мучительно трудная и трагичная. И праведник всей силой воли, всем разумом, помышлением и крепостью своей, хранящей верность Богу, тоже умирает. Умирает, причем нередко в мучениях и страданиях. И никто не принимает этого к сердцу. Вот способность нас быть безразличными к страданиям людей, пугающая штука, пугающая особенность человеческой натуры. А когда вот люди гибнут ни за что, ни про что, по причине нашей собственной ярости, на самом деле, где-то далеко, никто не принимает этого к сердцу. Я бы сказал, что, знаете, только после трагических событий середины 20 века постепенно что-то начинает в нас меняться далеко не во всех. Далеко не во всех. Ну и, по крайней мере, для нас, постсоветских людей, это очень характерно. Люди гибнут, и никто не принимает этого к сердцу. И жизнь человеческая, в общем, не стоит ни гроша. И это то, о чем Бог говорит с удивительной скорбью. Мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не подумает даже о том, что откуда, из чего, что праведник восхищается от зла. Да, Бог забирает людей праведных, но никто не думает, а из чего, откуда он их забирает, в какой ад мы превращаем собственную реальность, да, что праведнику нет места в этой реальности, и Бог забирает его. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Вот смерть оказывается путем избавления. Избавление, ну, как в русском языке мы говорим, отмучился. Вот об этом говорит здесь Бог через пророка. И заметьте, что Господь, в общем, совсем не одобряет этого. Нет, не такой должна была жизнь быть на земле, чтобы быть больше похожей на ад, а праведники, восхищенные к Богу, могут там передохнуть. От всего того ужаса и кошмара, который люди привносят в эту жизнь, не так должно было быть, не так было Богом задумано. Господь-то хочет, чтобы Царство Бога было среди нас, но мы такие волки, что между нами не может быть, нет места Царства Бога. Поэтому те, кто для этого Царства готовы и на него, надеются, ему служат, восхищаются от земли. И это не вызывает не только печали, сожаления, скорби, никто не принимает этого к сердцу, но больше того, это вызывает глумливый смех. Ну вот он прожил праведно, все профукал, никаких, ничего хорошего в жизни не видел и умер. И не жалко, и не жалко. И вот к тем, кто так говорит, Господь обращается, приблизьтесь сюда, пойдите сюда, сыновья колдун, колдуньи. Семя прелюбоди и блудница. Над кем вы смеетесь? Как вы можете? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Вы дети преступления. Вы рожденные, выросшие и живущие в предательстве правды Божьей. В предательстве правды Божьей, не знающие ничего, кроме предательства. И еще и хвалящиеся этим, да? Разжигаетесь пухотью к идолам под каждым ветвистым деревом. Вы занимаетесь этой бесконечной магией 24 часа в сутки. И заколаете детей при ручьях. Потому что в Израиле того времени, ну, скорее всего, в тех религиозно-индифферентных, синкретичным исповеданием людей, которые остались в Палестине после угона израильтян в плен, ну, вероятно, и среди тех, кто вернулся, снова наблюдается такая чудовищная вещь, как жертвоприношение детей. Вот в гладких камнях ручьев доля твоя, им ты делаешь возлияние, говорит Господь. Могу ли я быть доволен этим? Могу ли я быть доволен этим? Неужели ты думаешь, что я не накажу за это, как он говорит через Иеремию? Могу ли я быть доволен этим? Понимаете, глядя, вот так сказать, на ближайшую окрестность нашей с вами жизни, мы легко можем увидеть, что люди совершают самые чудовищные вещи. Ну, там не заколают детей при ручьях, но заколают их где-нибудь, в утро и матери. Совершают разнообразные насилия, ложь, обман, военные преступления, все что угодно, но при этом пытаются внешне изобразить из себя почитателей Бога, живя как сосуд преисполненный злодеяний и думают, что ну, хорошо, Господь нисходителен, да, мы как будто там, не знаю, раз в год в церковь заходим, в качестве подсвечника свечку держим, и все, и больше ничего, вот Бог будет доволен этим. А что мы там подлого, злого и гнусного делаем, это наше дело. На это Господь говорит, вы думаете, я буду этим доволен? Нет. Нет. Бог пребывает в правде. Ему невозможно задурить голову и изобразить из себя угодного Богу, если ты живешь как подлец. языческие жертвоприношения, конечно, больная для Израиля и для Исаии тема, поэтому он тоже дальше продолжает об этом говорить. На высокой горе ты ставишь ложи, восходишь туда приносить жертву, ты чель-сионов ходишь к царю с благовонной мастью и посылаешь послов, унижаешься. Кого же ты так испугалась и устрашилась, что перестала меня помнить? Что так пугает тебя, говорит Бог, что ты забываешь о реальности Бога, выведшего тебя из плена? Выведшего тебя когда-то из Египта и сейчас из плена. Вот что произошло? Кого ты так испугалась, что пытаешься искать защиту у бессмысленных, абсолютно бессмысленных идолов и у земных царей? Перестала помнить меня и хранить в твоем сердце? и дальше тоже потрясающие и очень трагические слова, над которыми в общем надо всерьез думать. Это вторая половина одиннадцатого стиха. Господь говорит, не от того ли, что я молчал, и при том долго ты перестала бояться меня? Бог долго терпелив. Долго терпелив и много милостив. И Бог долго ждет обращения людей. Бог долго ждет, когда мы ужаснемся самим себе и своей жизни. Когда насилие и разрушение, как поднимающиеся воды, дойдут до ноздрей, воды дошли до души моей, как говорит Псалом, Господь долго ждет, давая людям возможность что-то понять, что-то пережить и что-то изменить. Когда Бог долго ждет тебя и долго прощает тебе твои грехи, ну кажется, что а как же иначе, я же такой вот замечательный прекрасный, да, меня надо ждать долго. Ну как люди позволяют себе опаздывать, не знаю, там, на романтические свидания или деловые встречи, считая, что ну меня надо ждать долго, потому что я вот такой. Так и к Богу. Когда Бог долго ждет других людей, мы страшно возмущаемся, потому что грехи не обращенных к Богу, не творящих суд и правду других людей нашу жизнь превращают в ад. Но вот факт заключается в том, что Бог часто долго молчит. Вот как в диалоге с Аввакумом. Аввакум его спрашивает, почему нечестивые благоденствуют, не сойду с этого места, пока ты мне не ответишь. И Бог долго молчит, и нет ответа. Или как в книге Иова автор заставляет Иова главу за главой снова и снова говорить, ответь мне, почему вот так чудовищно жизнь, и Бог долго молчит. здесь Он говорит, не потому ли ты перестал меня бояться, что я долго молчал, ты думаешь, что я всегда буду молчать, ты думаешь, что я буду снисходителен к неправде, греху и кровопролитию, я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу тебе, говорит Господь. если ты хочешь, чтобы Бог перестал молчать о чьих-то грехах, ну, будь готов к тому, что для начала Он перестанет молчать о твоих грехах. Вот так. И вот это все сборище идолов и царей, заметьте, кстати, что Исаия в общем не очень отличает идолов, на которых надеются язычники, и земных царей, на которых надеются язычники. Вот всех их унесет ветер, а надеющиеся на меня наследуют землю. Надеющиеся на меня наследуют землю. И да, конечно, отзвук этого слова мы обнаруживаем в Нагорной проповеди в словах блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Далее начинается следующая новая часть этой главы, где с 14 стиха по-другому немножко, но пророк формулирует всю ту же главную для него мысль возвращайтесь из Вавилона в Иерусалим, поднимайте, поднимайте, ровняйте путь, убирайте преграду пути народа моего, прямыми в пустыне сделайте пути народа моего, говорит Исаио Вавилонский в самом начале своей книги в 40 главе, потому что так говорит вечно живущий, я живу на высоте небес и во святилище, ну, все понятно, Бог живет на высоте небес, Бог живет в святилище, но не только, вот, я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, снова заповеди блаженства, нищие духом, ну, христиане кучу разных толкований этим словам Господа Иисуса предлагают, но думаю, что наиболее адекватное это ссылка на вот 15 стих 57 главы Исаии, я живу с сокрушенными сердцем и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных, вот, Бог говорит о том, что Он присутствует как в небе, как в святилище на алтаре, так Он присутствует в сокрушенных, страдающих, скорбящих сердцах, понимаете, вот, как в начале главы Он говорил, праведник умирает, и никто не прилагает к этому сердца, кроме Бога, потому что Бог живет с сокрушенными сердцем и смиренными духом, чтобы оживлять, чтобы возвращать к жизни, давать жизнь, конечно, в общем, не зря авторы синодального перевода, да и других переводов избегают использовать здесь слово воскресенье, воскрешать, но в сущности смысл, конечно, именно этот. и Господь говорит дальше о том, что для каждого человека не вечно буду я вести тяжбу, иначе из не может предо мной дух и всякое дыхание мною сотворенное. Не вечно будет Господь вести тяжбу с грешниками, потому что иначе нам каюк. На самом деле это также одна из важнейших мыслей, служащих до некоторой степени фоном для книги Иова, которая будет написана где-то примерно, может быть, через столетие после Исаева Веронского. И Господь говорит о человеке, за грех корыстолюбия его я гневался, негодовал, видел пути его и исцелю его, хотя там человек пошел по пути своего сердца, исцелю его, буду водить его. С одной стороны все ужасно, безнадега, но не безнадега, потому что Бог говорит я исцелю его. Да, действительно исцеление жизни, возвращение к правде невозможно без сокрушения сердца и присутствие Бога в нем, который через это сокрушение реализуется. Бог обещает, что он это сделает. Исцелю его, исполню слово, обещающее мир дальнему и ближнему, дальнему и ближнему, только нечестивым, единственным, нечестивым, кто намеренно и прямо приступает заповедь Божья, вот только для них мир оказывается невозможным. Нет мира нечестивым, говорит Бог мира. 教 это ? нечестивым. Продолжение следует...